ну к вам с вопросами кто у вас руководитель можно пообщаться с вами к нам обратился молодой человек сказал что лишился у вас денег ввели в заблуждение под предлогом то что заработать возможно тут же он взял кредит вас передал без всяких подтверждающих документов затем попросил потребовал обратно деньги и ему было отказано стоять стоять полиция приедет заходи в свой кабинет заходи в свой кабинет там выходите вытекать вытекать держите подожди не надо выходить из здания никуда совсем уже постойте здесь в екатеринбурге силами двух общественных объединений гражданского сообщества заступники зарекомендовавшего себя выведением на чистую воду мошеннических автосалонов и движение народный контроль в лице дмитрия чукреева с приглашением съемочной группы новостей шеремета предприняли рейд в организацию предположительно занимающийся финансовым мошенничеством компания golden low золотое правило не имеющие никакого юридического статуса ни ао ни оо ни даже п уже почти полгода арендует офис самом центре екатеринбурга в городке чекистов на перекрестке улиц лончарского и ленина размещает объявление о приеме на работу а соискателям вакансии предлагает вложить деньги в биржевую торговлю причем так убедительно видимо предлагают что люди ищущие работу разоряют свои заначки на черный день берут кредит или даже продают квартиры а в итоге остаются ни с чем точнее с виртуальным счетом на сомнительном интернет-сайте обналичить который то ли невозможно то ли доступно немногим к юристу алене холназаровой и ее команде обратился 20-летний екатеринбургский студент ренат в поисках работы по рекомендации одногруппника своего друга он попал в эту контору все началось с того что они начали говорить чтобы я вложил я свой счет начал уже торговать и зарабатывать сегодня и даже понимать что было понимание ты пришел на работу устраиваться те говорят деньги вложи и будешь приумножить как-то приумножать что ли хоть в чем получается там помещали 200 процентов за то есть нормально но как это зарабатывать это вот самое интересное то есть я беру кредит условно там на пять лет максимально чтобы у меня был платеж допустим в месяц пять тысяч я торговую деньги условно там 30 тысяч рублей пять тысяч кладу на кредит чтобы его погашать пять тысяч себе там ну почувствовать эти деньги понятное дело и остальные 20 тысяч и они как бы идут на счет этот буквально понятно что я делаю это все подельно в тот день ренант пришел в голден лоу не один а со своим другом яковом парни вышли на улицу обсудили предложения вспомнили рассказы одногруппника якова ивана как он тут деньги гребет лопатой воодушевились деловой атмосферой офиса этой фирмы и соблазнительным видом его сотрудниц и решили попробовать я ломался ломался все говорил что типа не хочу брать где уговаривали да конечно уговаривали что якобы нравится люди которые действуют прямо сейчас кредит в банке ренат оформил прямо в своем смартфоне эти деньги ренату велели перевести некоему сотруднику по имени эрнест тут уже забеспокоился банк и заблокировал перевод потребовав подтверждение добровольности действия клиента я звоню бам он стоит рядом и говорит вот говори то что ты перевел человеку там якобы на ремонт или на покупку машины все говорят как тебя зовут я говорю ренатом так так там говорю мне туда деньги нужно туда мне поверили сказали сейчас мы тебе перезвоним через видеозвонок и удостоверимся типа я это не я я уже вышел на улицу включил видеозвонок они увидели что это я и как бы перевод был оформлен сотрудники golden low показали ренат его личный кабинет якобы на сайте брокера тифигер ну или тифайгер и пригласили на следующий день прийти на обучение биржевой торговли обучение там стоит 50 тысяч один урок идет словно 10 минут один урок 10 тысяч но за ночь ренат пересмотрев интернет понял что как и сотни других людей стал жертвой обмана брокера тифайгер не знает ни российский центробанк ни иностранные финансовые регуляторы он никогда не получал лицензии на биржевую торговлю ни в одной стране не имеет статуса юрлица и не платит налогов а вывести внесенные на якобы свой личный счет деньги уже нельзя ты должен торговать и только с прибыли часть средств тебе вроде бы может вернуться получив отказ возврате денег ренат обратился в полицию его обращение зарегистрировали при нас по совету чукреева он вновь сообщил в полицию о факте мошенничества отказывается возвращать на деньги какая-то контура называется golden low золотое правило обещали гарантированный заработок и деньги положили сейчас получается отказываться мне их возвращать просто компания с документов без силами просто так цели до а 300 тысяч рублей чтобы проникнуть в эту сомнительную контору golden low где двери открывают только по предварительной договоренности был придуман план ренат приходит туда не один а со своей якобы подругой также готовы вложиться в биржевую торговлю в роли подруги выступила новая волонтерка сообщества заступник ксюша миловидная девушка с весьма жестким характером мы ее вы значит отправляем как наживца да да вот и как только она почувствует что ее начинают разводить она тут же звонит жене и говорит батя дай мне денег такая задумка все сейчас я заносит чемодан денег и заходим всем мы да мамы папы и сестры ну все короче вся семья волнуешься готова да не волнуюсь в принципе нормально вообще то есть я думаю что все будет хорошо все продают гладко вы не боишься да ну не боюсь вот только боялась что будет скрытая съемка как я буду снимать а так конечно на диктофон план сработал менеджеры golden low увидели в ксюше потенциальный кошелек обработка новой клиентки продолжался около часа время от времени ксюша делилась с ожидавшей сигнала группой обрывками проводимой с ней беседы допустим актуал спастников банки 1 миллион рублей тут максимально просто деньги лежат только здесь и так далее вы как считаете вклады вообще выгодно люди ну наверное не особо вообще там процента не совершенно совершенно этот путь этот процент даже путиц не перешивает реальный уровень лет они просто обесцениваются дайте мне этот депозит я эти деньги заработаю за месяц есть разница ну конечно понимаете но людям об этом не говорят знаете почему финансово грамотно мы не хотим об этом париться мы не хотим об этом париться параллельно ренат продолжал уговаривать менеджеров вернуть ему вложенные 299 тысяч кредитных денег сотрудники golden low честно признавались ему что не знают как это сделать вот у тебя там твои деньги лежат так же как у меня там лежат мои мы с тобой у меня нет никаких привилегий смотри вообще закрытие счета может на нескольких месяцев растягиваться то есть это опять же можно я просто сам лично напрямую с этой проблемой встречался я счет свой не закрывал и в принципе клиентов то я так не скажу то что сильно много видел прямо если они были то когда-то давно я уже даже и не помню наконец ксюша позвонила корреспонденту тау евгению воробьеву с условным сигналом дескать папа тут выгодная тема дай денег демору выгодно без обмана и завтра ну давай ты домой придешь поговорим дом поговорим расскажешь мне дома 1 давай этот звонок был сигналом что ксюша с ренатом откроет двери офиса чтобы позволить войти внутрь общественниками съемочной группы все таки получилось забегая вперед скажем что заступникам и народному контролю удалось убедить руководителя этой конторы вернуть деньги не только ренату но еще двум потерпевшим но процесс убеждения был не из легких все по классической шкале принятия неизбежного отрицание гнев торг депрессии и наконец согласие со своей участью как общественникам удалось убедить псевдоброкеров вернуть деньги облапошенным инвесторам смотрите в нашей следующей программе в следующей программе в следующей программе в следующей программе